А в современном атеизме самым важнейшим вещью, которую оно не переносит, это фраза «Бог существует». И атеист не может смеяться с этой фразой. Он начинает, для того, чтобы с ней бороться, эта войба выражается в форме, например, логических доказательств того, что Бога нет. Это было и у Ницца такое доказательство, и у современных атеистов. И они всегда объясняют, что понятие о Боге, оно примитивно, оно само противоречиво, что если Бог всезнающий, то он не может не знать, что будет, и поэтому он не может вообще никак, скажем, раскаяться, изменить свою позицию, ведь он все знает, и всезнание Бога противоречит свободе выбора человека, или то же самое выражалось раньше в фразе «Может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять?». То есть тот или иной пример логического парадокса, который в глазах атеиста опровергает существование Бога. Но на самом деле, конечно, корень этого опровержения вовсе не в самом логическом парадоксе. Но мало ли есть логических парадоксов, начиная с парадоксов, там, каких-то простейших парадоксов теории множеств, которые стоят в основании математики, и, безусловно, любой человек, занимающийся математикой, прекрасно знает о парадоксах теории множеств, есть разные варианты решения этих парадоксов, вовсе нет одной стандартной математического подхода, есть разные подходы. И тем самым в основаниях математики, безусловно, есть брешь и трещина, и, тем не менее, никто не начинает опровергать, что дважды двадцать четыре. И все математики прекрасно пользуются и продолжают ее развивать, прекрасно при этом осознавая, всякий математик прекрасно осознает, что есть определенные проблемы и трещины в основаниях математики. И, тем не менее, это не мешает ей заниматься. И почему же, если трещины в основании математики, то что такое трещины, то есть логические несходимости в основаниях математики не мешают заниматься математикой, потому что кто-то занимается математикой, как бы развивая реальную математику, он не так уж задумывается об основаниях математики, это совершенно другая область. Развитие математики и развитие оснований математики, две совершенно разные математические профессии, скажем так, внутри математики. Так почему же тогда логические противоречия в его образе Бога приводят его к атеизму тотальному, потому что Бога нет? Он не видит, что математики нет. Именно потому что ему хочется сказать, что Бога нет. И логические противоречия здесь служат только зацепкой, формальным основанием для этого, и не более того. Но настоящая причина, почему он хочет сказать, что Бога нет, она состоит, кстати, совсем не в том, что он хочет отрицать этику. Совсем не в этом. То есть очень глупо и совершенно неправильно приписывать атеистам отсутствие этики. Она состоит совершенно в другом. Она состоит в том, что фраза, и вот этот весь вызов атеизма современного, состоит в том, что фраза «Бог существует» – эта фраза тоже неверна. Ведь трансцендентное – это то, что за пределами этого мира. Поэтому сказать, что Бог существует, или сказать, что Бог не существует – это при равномерии приписывание Богу определенных понятий этого мира. И если Бог Всевышний трансцендентен, то есть за этим миром, то ни слово «существование», ни слово «несуществование» не может быть к Всевышнему применено. Это тот же самый момент, когда Майманит, как я уже цитировал, говорит о том, что умный и глупый неприменимо к камню, который находится ниже уровня умности и глупости. И также оно неприменимо к Всевышнему, который находится выше уровня умности и глупости. Но ровно в этом же смысле, в каком неприменима умность и глупость, неприменима к трансцендентному понятию существования, потому что это вещь нашего мира. И в этом смысле очищение представлений о Боге должно прийти к пониманию этого, что само приписывание существования, это как бы и приписывание существования, это примитив. И вот именно этого продвижения требует от нас современный атеизм. То есть он требует понимания того, что все, что мы говорим о Боге, является не более, чем нашим описанием проявлений Бога. Что по-настоящему сутью религии не является утверждение о существовании Бога, а является утверждение о диалоге с Богом, о вмешательстве Бога в нашу жизнь. И что это вмешательство мы можем постановить или постановить, что оно его нет, только мы сами можем это сделать, зависит от нашего выбора, от нашей позиции. То есть переход к навязанности религии, к осознанному выбору религиозной позиции. И вот такой осознанный выбор религиозной позиции носит в современном религиовидении название пост-атеистическая религиозность. То есть предатеистическая религиозность базируется на том, что существование Бога – это нестой объективный факт, я никуда не могу деться, тот, кто Бог отрицает, он просто дурак, и это никак не зависит от меня. И Бог существует ровно в том же смысле, что существуют дома, деревни, деревья, небо или камни. Или формула дважды 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 четыре. И так же, как дважды дважды четыре истины, так же и Бог истинен. Но это на самом деле всё перенос на божественность понятий этого мира. Осознать, что этот перенос примитивен, что я придерживаюсь ощущения диалога с Богом не потому, что я могу это доказать, не потому, что это давлеющий на меня пресс, а потому, что я выбираю, я свободно выбираю такую позицию, потому что только когда есть свободный выбор, только тогда можно находиться в настоящем диалоге с Богом. И вот этот переход к новому уровню диалога не может быть сделан без разрушения старых и примитивных представлений о Всевышнем. И именно это разрушение делает для нас атеизм, современный, широко распространённый. И в этом смысле атеизм – это не враг религии. Это враг примитивных представлений о религии. Атеизм – это вызов, это оппонент, это проблема. А все проблемы даются нам для того, чтобы мы поднялись на более высокий уровень в процессе решения этих задач. Фактически, это решение задач, которые Всевышний ставит перед нами. И поэтому настоящее понимание атеизма и переход от до-атеистической формы религии к просто-атеистической является важнейшим действием современной религиозности и важнейшим продвижением, которое мы можем совершить, именно когда осознаем, что атеизм – это не враг, а вызов. Продолжение следует...